Здравствуйте! Вы смотрите программу «Один день с профессионалом». Мы продолжаем знакомить вас с работой компетенции отборочного этапа на право участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы». Прямо сейчас вы узнаете о компетенции электроника. Проектирование и тестирование схем как основы любого электронного оборудования, создание и испытание техники, умение найти и устранить неисправности – серьезная, кропотливая работа. Электроникой Филипп Никифоров увлекается с 10 лет. Тогда он занимался в техническом кружке и очень хотел изобрести какое-нибудь электронное устройство. Учеба в Чебоксарском электромеханическом колледже на факультете ремонта и обслуживания радиоэлектронной техники дала ему многое. А уже сегодня он пробует свои силы во всероссийском чемпионате WorldSkills. Филипп, расскажи, пожалуйста, как ты готовился, на что делал акцент? Акцент делал на пайку, то, что вы сейчас наблюдали, потому что много баллов можно набрать. Также программирование, больше акцент был. И еще, чтобы подтянуть теорию, подтягивал. На соревнованиях в компетенции электроника отведено три дня. Чемпионат проходит в онлайн-режиме под наблюдением экспертов. Самое сложное – это, наверное, программирование, потому что там пять часов на него выделяется. И больше всего баллов можно же на нем набрать. Ну, а второе – там теория, потому что никогда не знаешь, что разработчик придумал. В отборочных соревнованиях участвуют 16 регионов, по одному участнику от каждого. В этом году Центр управления компетенцией электроника находился в Чебоксарском электромеханическом колледже. Устройства, которые собрали конкурсанты, которые отремонтировали, они должны будут доставить в Центр управления компетенцией. И эксперты оценки будут их уже оценивать. Но есть еще и электронный вариант документации и так далее. Они ее отправляют на систему Модул, где каждый под учетной записью отправляет именно свое конкурсное задание. Профильные работы в сфере электроники очень разные. Специалисты высокого уровня успешно выполняют сложные комплексные проекты, включающие такие виды работ, как создание электронных систем, конструирование схем прототипов перед запуском в производство, установка и ввод в эксплуатацию оборудования. Для того, чтобы добиться успеха в этой сфере, необходима целеустремленность и постоянное желание развиваться. Максим Сергеевич, скажите, как вы стали экспертом WorldSkills? Я прошел много этапов WorldSkills. Я был на чемпионате Европы, чемпионате мира, много раз на чемпионате России. И после этого мне предложили стать экспертом. Я прошел сертификацию, и теперь я сертифицированный эксперт WorldSkills. Как подготовить чемпиона-профессионал? Какими качествами и навыками он должен обладать? Самое главное при подготовке к чемпионату – это то, чтобы участник сам хотел победить. И далее развиваем профессиональные навыки, учим паять, программировать и так далее. У Филиппа Никифорова желание двигаться вперед и развиваться есть. Он уже определился с будущей профессией. Итак, мы продолжаем знакомить вас с работой компетенции отборочного этапа на право участия в финале 8-го национального чемпионата молодые профессионалы. Прямо сейчас мы расскажем о компетенции технология моды. Технология моды – компетенция для тех, кто хочет заниматься творчеством. Но полет фантазии базируется на прочном фундаменте. Для этого необходимо знать основы дизайна, системы конструирования одежды, техники кроя, технологические приемы изготовления одежды. Все вплоть до ее окончательной отделки. Валерия еще в детстве посещала кружок искусница. Начинала с пошива игрушек. Увлеклась так, что начала шить одежду для близких. Самое главное в этой профессии – желание и старание, считает она. Конкурсное задание – шить платье – оценила как сложное, но считает, что справилась. Валерия, расскажи, ты уже второй год участвуешь в этих соревнованиях. Изменились твои профессиональные навыки и умения? Да, изменились. Я стала более лучше кроить, шить. У меня стало более лучше получаться. Я пробовала шить для кого-то рубашку. Получалось все хорошо, намного лучше. Скажи, помог ли тебе конкурс определиться с будущей профессией? Да, помог. Я научилась многому. И, скорее всего, я буду партным, потому что мне эта профессия по душе. Я стараюсь, вкладываюсь в это, и у меня получается гораздо лучше. Если на выполнение задания у юниоров уходит 4 часа, то основная группа трудится 8. Задание состоит из нескольких этапов. Сначала участник должен выполнить технический рисунок, затем изготовить блузку, сконструировать и промоделировать юбку. Елизавета Арефьева – конкурсантка основной группы. Научиться шить хотела с детства. Сначала обучалась технологии в школе, но когда поняла, что этого недостаточно, поступила в Чебоксарский экономико-технологический колледж. Обучалась профессии портной более двух лет. Закончила с красным дипломом. Участие в чемпионате – проверка своих способностей и возможность получить наивысшую оценку своей работе, считает Елизавета. Работать под наблюдением камер было сложновато, но результат ее порадовал. Пока был один модуль, я сшила блузку, были готовые выкройки, и нужно было сшить блузку за 4 часа. Не до конца успела, но оценила нормально. Сложно, потому что первый раз это мы видим, и пока сориентируешься, поэтому есть сложности небольшие. В будущем пока хочу заниматься шитьем, может быть, какое-то другое направление выберу, но пока на этом остановилась. Портной – творческая профессия. Пользуется большим спросом на рынке труда. Специалист должен знать современные направления моды, особенности художественного оформления и, конечно, владеть технологией конструирования и раскроя. На данный момент у нас при наборе на специальность конструирования и моделирования технологий швейных изделий проходит вступительный экзамен. Это рисунок, где абитуриенты должны показать свое знание и видение форм, оттенков, световых каких-то сочетаний. То есть, таким образом, они сдают вступительный экзамен. В услугах таких специалистов нуждаются ателье, мастерские по ремонту одежды, предприятия, швейной промышленности и частные компании. Некоторые портные остаются преподавать специальность в швейных училищах. Большинство выбирает работу на дому, занимаясь пошивом одежды на заказ. В Чувашии данная компетенция очень востребована. Специалисты, обучающиеся по данному направлению, нужны на швейных предприятиях нашего города. Все предприятия легкой промышленности готовы с удовольствием принять наших специалистов в ряды своих работников. В этом году за возможность принять участие в финале чемпионата WorldSkills в компетенции технологии моды соревнуются 43 региона в основной группе и 18 регионов, где участвуют юниоры. По одному представителю из каждого. Особенность соревнований этого года – создание в каждом регионе групп поддержки. Ребята внимательно смотрят за работой. Возможно, это помогает многим определиться с профессией. Привет! Это Чувашия! Мы бореем за нашу команду! Это была программа «Один день с профессионалом». Мы познакомили вас с компетенциями электроника и технологии моды. Выбор остается за вами. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!